Здравствуйте. Приближается праздничное время для всех нижегородских театралов. Во всех нижегородских театрах готовится открытие сезонов. Где-то предлагают премьеру, где-то предлагают проверенные постановки. Именно по второму пути пошла Нижегородская опера. Если точнее, Академический театр оперы и балета имени Пушкина дает Бориса Годунова. Это уже четвертая редакция. 32-й, дай бог памяти, 55-й, 62-й год. Были три разных варианта спектакля. Вот этот идет, он уже не премьерный, но он идет вот в четвертом формате, что лишний раз подтверждает правильность выбора такой серьезной, тяжеловесной, красивой и масштабной постановки. Мой сегодняшний герой – новый директор Нижегородского академического оперного театра Александр Топлов. Я, во-первых, очень рада видеть вас. Здравствуйте. И надеюсь, что вы будете нашим частым гостем. И вот когда я читала материалы о вас, о предыдущей вашей работе, о отчаяниях, которые выражает руководство культуры региона, назначая вас на эту должность, я поняла, что Нижегородский оперный театр ожидают изменения. В чем, как вы полагаете, они выразятся? Я имею в виду и репертуарную политику, и, может быть, политику построения труппы, и гастрольную. Замолкаю, предоставляю вам слово. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили на эту передачу. Очень хороший вопрос вы задаете. И, наверное, он требует такого довольно объемного ответа. Но если галопом по Европам, то, вспоминая Станиславского, мы знаем о том, что театр – это то, что живет очень недолго. И все время требуется какое-то обновление. Все время нужна молодая кровь. И я каждый раз говорю о том, что театр – это не музей. Да, есть уважение, дань традиции. И в данном случае мы такой шаг делаем в связи с открытием сезона и обращаемся к очень такой авторитетной, мощной постановке Бориса Годунова. Но действительно приходят какие-то новые времена, открываются какие-то новые горизонты. И нужно не то, чтобы давать дорогу молодым, но во всяком случае театр, он должен подпитываться какой-то новой кровью. В данном случае у нас будет вот это сочетание с одной стороны уважения, истории, истории города, истории театра. И с другой стороны какие-то новые проекты и новые названия в афише. Это с одной стороны новые подходы к уже имеющимся названиям и традиционным спектаклем с другой стороны. Вот я хотела бы осветить два таких новшества, которые у меня по слухам, а вы подтвердите, и если все так, расскажете. Кроме непосредственно опер, оперет, балетов, будут существовать некие проекты. Вот уже потихонечку театралы в городе жужжат между собой и говорят о некой шипиниане или японских этюдах. Что это за такое? Звучит удивительно вкусно, если тут позволительный этот термин. Почему очень непозволительно? Очень даже и позволительно. А шипиниана в узком смысле это сложившееся балетное представление, когда Глазунов сделал оркестровку музыки Шопена, и на эту музыку танцует балет. Но это в очень узком таком смысле. А в широком смысле любая музыка Шопена и на нее положенный танец, мы его имеем право назвать шипинианой. И в данном случае мы пошли именно таким путем. Есть возможность пригласить двух моих хороших друзей, коллег. Это выдающийся пианист современности, японка Канан Мацуда. И очень талантливый российский пианист, ученик, поверьте, один из немногих учеников Михаила Плетнева, Дмитрия Калашникова. А это будет на сцене? Их смогут видеть зрители? И балет, и два фротепиана? Да, в том-то и дело, это будет на сцене. Мало того, почему мы это назвали японские этюды, как известно в творчестве Шопена, нет никаких японских этюдов, и Шопен вообще никакого отношения к Японии не имел. Но у нас... Но Марихиро Ивата. Марихиро Ивата – это всего лишь один, так сказать, сюрприз. Руководитель балетной труппы, о нем отдельно спрашу новое лицо у нас. Совершенно верно. Это японец, да, он у нас теперь руководит балетной труппой. Помимо этого привозится специальный японский рояль фирмы «Ямаха». И помимо этого приедет японская балерина. Помимо этого мы сотрудничаем с благотворительным фондом «Нонс». Это, вы знаете, фонд, который помогает онкологически больным детям, которые живут в больницах Нижегородской области. И дети специально нарисовали свои рисунки на тему Японии. И в фойе театра мы поставим эти рисунки. Это отдельная важная строка, мероприятие, потому что любому ребенку важно не только, что он лечится, лежит в больнице, по каким-то причинам не может прийти на мероприятие, но и то, что его творчество, его рисунки могут жить, и их видят жители Нижнего Новгорода. Дай бог, с этим проектом мы сможем ездить. Я не исключаю такой вероятности, что этот проект когда-то поедет и в Японию, и тогда эти картины тоже поедут в Японию, что для детей это не важно. А вот кроме элемента признания, элемента благотворительности, пойдет ли какая-то часть денег от билетов, которые будут куплены на Шипниану, наверняка она вызовет интерес от фонда этим детям? Вы знаете, в данном случае сотрудничество не такого рода. Все-таки вектор был именно на концерт. Пуляризация? Именно на концерт. Но сотрудничество с этим фондом нам дает понять, что, понимаете, фонд – это не только деньги. Это еще и досуговая составляющая тех детей, которые там учатся, и так далее, и так далее, и так далее. Но если вернуться к Шипиняне, то это известные 12 этюдов из первой тетради, десятый опус. Я прекрасно знаю эту музыку сам, кое-какие этюды играл в свое время. Никогда мне в голову не приходилось, что на эти этюды можно поставить танец. И вдруг родилась такая совершенно спонтанная идея, что да, никто никогда на эту музыку не ставил танцы, а очень даже и некоторые этюды просто диктуют именно такое отношение к этого рода музыке. И момент второй, говоря о новшествах. Тут уж вот совсем необычная вещь, хотя в большинстве столичных городов это давно стало нормой, не только в компаниях, но в организациях, на предприятиях, в том числе и в театрах. У вас пройдут занятия с труппой известного всемирного коучера, строго говоря, тренера, психолога, как сказали бы раньше. Вот чуть подробнее, что это будет за действие, и насколько трупа Нижегородского опера, она такая достаточно классическая, немножко уже застывшая в себе, насколько она к этому готова? Вокальный педагог, или как его называют, коуч, всемирно известный Майкл Пол, его ученики поют по всему миру, но он дает известные мастер-классы, все певцы гоняются за этими мастер-классами, согласился приехать в Нижний Новгород, всего три города, которые он посетит в России, Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Два дня он у нас проведет. Поверьте мне, два дня – это очень мало для того, чтобы научить человека вокал. Да и не идет речь о том, чтобы кого-то научить. Певцы, они и так умеют. Но, вы знаете... Он даст какие-то известные ему новые подходы, которые, возможно, летают в воздухе, но не приходили в голову. В том-то и дело. Важно иногда, понимаете, обогатиться чем-то. Не идет речь о том, чтобы кого-то поломать или сломать. Нет. Дать какие-то новые рычаги, которыми ты потом можешь пользоваться в своей профессиональной карьере. И, конечно, это будут открытые мастер-классы. Я надеюсь, что и студенты местной консерватории, училища тоже смогут подойти. Да, собственно говоря, мне кажется, это вообще многим будет интересно. Даже вот, ну, если угодно, так сказать, с улицы. Момент, связанный с нашим традиционным осенним действом, тем более в России фактически чуть-чуть осталось до завершения года театра 2019 объявленного. Болдинская осень. Я знаю, что там в программе также есть изменения. Вы ввели золотого петушка. Это какая-то отдельная попытка привлечь детей? Потому что, ну, Болдинская осень, она действительно чудесная. Болдинская осень известный в вашем регионе фестиваль. И надо дать должное, он известный не только в вашем регионе, а вообще на всю страну известный. Говорите о нашем, вы уже наш. Нашем, да, о нашем регионе. Ну, я вообще Россию предполагаю как нашу, да, что-то такое большое достояние. Но, вы знаете, этот фестиваль тоже нужно немножко в волну интересов сколыхнуть к нему. И в данном случае это делается через какие-то эксклюзивные проекты. Евгений Онегин, который 564-й раз исполняется, пусть даже с другими исполнителями, в общем-то это немножко заезженная история, такое, знаете ли, перепаханное поле. И должен быть какой-то эксклюзивный проект. И вот один из этих проектов, это «Золотой петушок», он идет в формате путешествия в оперу. Там в основе, конечно, лежит музыка Римского-Корского, но не только будет использована и музыка Чайковского, Римского-Корского, Козловского. Будет игра на органе, будет очень интересная песочная анимация. И художник в реальном времени будет рисовать картины. То есть это такое многостороннее, интерактивное погружение. Совершенно верно. Литературно-композиторско-музыкально-анимационное представление, которое по времени не такое большое. Понимаете, ребенку порой будет трудновато сразу охватить большую оперу. А вот когда час и песочная анимация, и разная музыка, и орган, и рассказчик, знаете, такой немножко переконцерт не до оперы, это как раз очень уместно. И это, возможно, как раз то, с чего ребенок первый раз в притя уже захочет прийти повторно. Время наше, к сожалению, стекает. Огромное вам спасибо, Александр Топлов, новый директор Нижегородского академического театра оперы и балета «К вашим услугам». А премьера – юбилейного 85-го сезона, 18 сентября. Приходите. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok